МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еженедельно мы ведём откровенный разговор. Сегодня в центре внимания врачебные ошибки. Что это? Халатность, недобросовестность или вынужденные шаги в процессе операции? С чем и с кем столкнулась 27-летняя жительница Бишкека Гульзина Байтаева? Всё внимание на экран. В 25 лет Гульзина лишилась надежды на счастливое будущее и возможности создать любящую большую семью. Врачи центра онкологии удалили ей молочную железу, подключичные подмышечные лимфоузлы. Позже выяснила, что в больнице совершили необратимую ошибку. Проведённые анализы показали, что у пациентки не было рака. Врачи не признали операцию ошибочной, а девушка из-за их халатности мучается ежедневно. Она не может заниматься спортом, поднимать больше 2 килограммов, вести активный образ жизни и наслаждаться ею, создать семью, потому что мужчины после рассказа об операции пропадают. Гульзина лишена права быть привлекательной и красиво одетой, так как даже выбор одежды для неё большая проблема. Насчёт выбора одежды сейчас я очень сильно ограничена, потому что мне не всё подходит. Мне приходится очень долго выбирать, чтобы не стеснять других людей в обществе, чтобы мой шрам не проглядывал ни отсюда, ни с этой стороны. В основном стараюсь носить всё закрытое, чтобы чувствовать себя более комфортно. К примеру, вот такое платье я себе уже позволить не смогу, но, несмотря на то, что горлышко зауженное, шрам спереди не будет виден, сбоку вырезы. У меня отсюда будет шрам проглядывать. Прошло уже два года, но Гульзина, несмотря на судебные тяжбы, до сих пор не добилась правосудия и даже извинения от врачей, проведших операцию. Все расходы на лечение и дальнейшее восстановление лежат на её хрупких плечах. Инвалидность девушке не дали, так как рака у неё не обнаружили. Тогда открытым остаётся вопрос. Зачем провели операцию и как получилось, что врачи, сделавшие роковую процедуру, до сих пор не призваны к ответственности? Я думаю, за все страдания, которые не только я испытала, а за то, что ещё другие пациенты, сколько таких было, перенесли, сколько страданий, мучений. И все, кто виновен, они рано или поздно ответят за всё. Что пришлось пережить человеку, у которого случилась такая трагедия? Сегодня мы решили узнать из первоисточника. Гульзина Байтаева. Сегодня близко наше следующее. Спасибо. Представляете, что вы будете вынуждены сделать шаг к радикальной операции удаления груди? Я ложилась под нож с мыслью о том, что мне просто сделают резекцию молочной железы, то есть удалят опухоль. А какой у вас был диагноз? У меня была доброкачественная опухоль, но УЗИ, там такое заключение было, не исключается карцинома, то есть рак. Но УЗИ даёт 70% информации, на неё нельзя опираться. Также я делала биопсию. Виопсия показала, что у меня доброкачественная опухоль. Почему выбор пал на Зинаиду Коробекову? С самого начала я обратилась к четырём врачам, достаточно известным, но выбор сделала последнее, что меня подтолкнуло, то, что я когда делала маммограмму в регистратуре, я постоянно слышала её фамилию, что вот лучшего врача я не найду. А как вы думаете, почему это происходило? Это что, врачебная порука? После уже всего этого узнала, что за каждого пациента она платит тем, кто её рекомендует. Вы сейчас не голословно, мы не можем обвинять сейчас врача, потому что это было уголовное дело, да? Да, конечно. И мы должны какую-то золотую середину. Да, я согласна с вами, но просто так я поняла, что в онкологии просто так одного и того же врача тоже советовать не будут. Ну, а вам же ещё советовали Индиру Разбаевну, да? Насколько я знаю, куда я берегу. Она ходила, она меня осмотрела и сказала, у тебя однозначно доброкачественная опухоль, это будет просто маленькая операция, которая длится 30-40 минут. Но в последний момент почему-то я вот, я ещё видела, что она заслуженный врач Кыргызстана, очень много у неё званий, и я вот купилась на это. Впоследствии я поняла, что никакие государственные награды, никакие звания, ни показатель того, что врач добросовестный. Ну, вы знаете, у каждого врача есть свои скелеты в шкафу, да? Поэтому мы будем по ходу разбираться и говорить уже по факту, аргументированно. Я знаю, что впервые вы проходили обследование в Майлису, и этому предшествовало знакомство с Гульмира Абдразаковой, директором общественного фонда «Вместе против рака». Сегодня она тоже решила принять участие в нашем диалоге. Гульмира Абдразакова. Гульмира, когда и при каких обстоятельствах состоялось вот знакомство с Гульзиной? У нас нет национальной программы ранней диагностики, и поэтому наш фонд уже третий-четвертый год проводит самостоятельно с Национальным центром онкологии, с Межобластным центром онкологии города Аша. Мы проводим подобные мероприятия везде, в регионах. И вот два года назад мы проводили это в городе Майлису. И вот Гульзина тогда первый раз к нам пришла. Тогда был врач-мамолог Мирбек Солжской межобластной. Мирбек Сыдыков? Да, по-моему, фамилию, извиняюсь, забыла. Вот. И он ей диагностировал. Ну, это предварительный диагноз, в любом случае окончательный диагноз. Качественная опухоль. Да, фиброзно-кистозная опухоль. Нет, тогда мы поставили ей, вернее, врач поставила ей фибраденому. Это записано в журналах. Вот. И он ей рекомендовал приехать в ОЖ, но так как она сама в Москве работала и была еще в проездом в Бишкеке, она предупреждала, возможно, что может приехать в Бишкек. Но вы ее сами делегировали в онкоцентр Бишкек, да, в столичный? Ну, всех. Я не могу, но это врачи. Но тем не менее вы настояли. Нет, мы даем рекомендации. Конечно, это решение каждого. Но если ставится вопрос уже о злокачественной, под вопросом, в любом случае, конечно, я стараюсь отслеживать. Но был такой вопрос? Нет. То есть вы уверены говорите? На УЗИ показано было. УЗИ, а почему вы не предпочли, допустим, мамолога из Ужской больницы, а все-таки решились? То есть, что, столичный формат? Дело в том, что я ей предложила, когда она предупредила и сказала, что может быть будет проездом в Бишкеке, я ей тогда порекомендовала Индиру Розбаевну, так как мы давно с ней сотрудничаем. И я очень доверяю, хотя я практически могу всем врачам нашим доверять, но иногда бывают вот такие ситуации. Индира Розбаевна должна была принимать участие в нашем ток-шоу. К сожалению, она сейчас на операции, но у нас есть представитель онкоцентра, к которому мы позднее к нашему эксперту обратимся. Вы сами когда-то перенесли, да? То есть вы знакомы с онкозаболеваниями не понаслышке? Да. Это было в 2006 году. Мне поставили тоже диагноз, но у меня по гинекологии. В моем случае тоже как-то получилось так, что мне отказали в операции, но альтернативу не предложили. И как-то отправили меня домой. Тогда я не знала, что такое рак и вообще как с ним. Но сейчас вы здоровы, невредимы. Да, все хорошо сейчас. Все хорошо. Поэтому вы поддерживаете всех наших женщин. Спасибо вам большое. Да, это моя идея была. Спасибо. Бульзин, Мирбек Садыков, мы дозвонились до него. Он нам рассказал, как обстояло дело. Я предлагаю сейчас посмотреть на экран и прослушать наш телефонный разговор. Я посмотрел, этот больной, и поставил диагноз, там, сибиро-бинома. Левый и правый молчный. Там прошу кого-то, говорит, молчу, доброй качьей, по-моему. Потом я поставил диагноз, сибиро-бинома. Вы сожалеете о том, что не обратились к нему? Очень сожалею. Вы пытались пообщаться с Зинаидой Кадыровной? Ведь о ней очень много и теплых отзывов. Она обучала огромное количество, целую плеяду врачей. Ну и есть и негативные. Но что вы можете сказать на этот счет? Вы говорили с ней чисто по-человечески, чисто по-женски. Может быть, какая-то приватная беседа. Что она в свою очередь говорила? Какие доводы приводила? После операции, буквально через 3-4 дня, я когда заходила на перевязки, я постоянно падала в обморок при виде своего шрама. Я вот тогда ей сказала, говорю, почему вы мне удалили грудь? На что она вот не смогла ответить. То есть она просто отмалчивалась? Да. Она ее трясло. И она, как она даже... Вы подписывали договор? Ну там, понимаете, это согласие просто на операцию. Там не писала, не оговаривала, что мне удалят грудь. Но вы просили ее не удалять? Я даже когда лежала уже на операционном столе, и когда мне даже вводили наркоз, последние мои слова были, пожалуйста, не удаляйте мне грудь, потому что я так жить не смогу. В нашей студии есть эксперт, это Альфия Альдаровна Самигулина. Она является членом комитета по социальным вопросам, Минздрава и культуры. Вы в курсе событий. Что вы можете сказать, как прокомментировать? Когда были предоставлены дела с прокуратурой, и когда я с ними ознакомилась, я поняла, что опухоль, пусть это будет фиброденома, доброкачественная опухоль, но это опухоль, которая была равна 8 сантиметрам. То есть, если посмотреть диаметр этой опухоли, то это в среднем грудь, средний такой размер груди. Она была нечетких контуров, и она была плотная, уплотненная. И когда повторно была экспертиза, то повторная экспертиза подтвердила факт, что высокой молекнизации, то есть высокого риска перехода на рак данной опухоли. При доброкачественной опухоли? Это доброкачественная опухоль, но она очень больших размеров, она неправильной формы. То есть, риск перехода в рак был очень высокий. Так написано по документам экспертизы. Опухоль была не 8 сантиметров, а 5. Первая судмедэкспертиза... А у вас все документы на руках? У меня это все есть. Первая судмедэкспертиза сглаживала все острые углы. Я была недовольна результатом. Я написала еще заявление, сделали повторную. Повторная отличается. Но суть, они пишут, что да, опухоль была доброкачественная, врач не должна была удалять грудь. Мы не в силах делать грудосохраняющие операции. Детали не помню. Ну, и еще, как клиницист Зинаида Кадыровна, она практически работала только мамологом в основную часть своей трудовой деятельности. Поэтому она опытный мамолог. Мы всегда приглашаем к диалогу обе стороны. Ну, вот как ответила нам Зинаида Кадыровна на приглашение в студию, к диалогу, на ток-шоу «Откровенный разговор». Давайте посмотрим. Если человек не чувствует вины, почему бы не прийти в студию и не рассказать об этом подробно? Были разные высказывания, в том числе, что операция обоснована, поскольку является как бы предраковым уже переходящим враг. То есть Зинаида Кадыровна, видимо, посчитала во время операции, что клинический... Но у нашей героини немножечко другие сведения. Гузин, что вы скажете? По протоколу, есть протокол официальный в Минздраве, подписанный министром, в котором говорится, что врач, независимо, какая проводится операция, он должен ждать анализ гистологии срочной, без результатов которого он не имеет права решать объемы операции. И даже если анализ подтверждает злокачественный рост, врач не имеет права удалять. Он должен приостановить операцию, разбудить и взять согласие пациента. Дает он согласие на удаление или не дает? То скажет нам Минздрав, представитель Минздрава, начальник управления медпомощи Самат Шакеевич. Комиссия Министерства здравоохранения все фиксировала этот факт. И было передано уже для решения, конечно, руководителю национального центра. И каково было решение? Ну, чтобы принять меры отношения Зинаида Кадыровна. Да, как раз в это время, насколько я помню, был ее директором Бахтур Азбекович. Трудный случай, потому что этот хирург будит, останавливает такое, конечно, положение подробностей. Это очень трудно, конечно. Останавливает, потом будит, я потом спрашивает. Быстренько удалить грудь, чтобы человек остался инвалидом? Нет, правильно поймите. Считайте, это очень тяжелая операция. Я такую операцию проходила 10 лет назад. Мне удаляли опухоль, она продлилась не больше 40 минут. Мне делали в онкологии, Мамаджанов Закир Курбанович мне делал эту операцию. Бахтур Азбекович, к вам направили решение Минздрава. Что вы на этот счет предприняли на тот момент? Ну, заключение мы так и не получили. А где затерялось это заключение? Почему вот на этой траектории? Да. Значит, Октябрьское РУВД запросило историю болезни, амбулаторную карточку, все документы. И на этом, в общем-то, работа была приостановлена комиссией Минздрава. Почему так долго тянутся такие дела? Сегодня мы решили обратиться к специалисту, юристу Владимиру Плужнику. Давайте его встретим. Добрый вечер. Добрый, добрый. Владимир, как вы считаете, почему наша героиня не смогла доказать, и почему дело приостановили? Значит, в Кыргызской республике существует законодательство о независимых экспертизах. Что это значит? Для того, чтобы провести экспертизу, вы поймите, рука рука моет. Я сейчас никого обвинять не буду, но кто проводит экспертизу в данном уголовном деле? Сотрудники Министерства здравоохранения по отношению к своему же подчиненному. То есть различные экспертные центры, которые у нас, РЦПЗ и все остальные. То есть не в этом случае, а в большинстве. И никогда, поверьте, в тех делах уголовных, в которых мы участвовали, никогда врач не будет своими же врачами признан виновным. Это обозначает, что наши жители Кыргызстана вот столь беззащитные, раз рука рука моет? Это обозначает то, что нужно, я еще раз откровенно говорю, на всю страну. Они специально затягивают сроки следствия, чтобы даже если, подчеркиваю, если врач и был признан экспертизой, его услуга была оказана некачественно, но срок привлечения к уголовной ответственности по статье истечет. Вот к вам часто обращаются? Часто. Есть статья 258, статья Уголовного кодекса. Вы бы сюда пригласили кого-то из следствия, и они бы сказали, по какой статье вообще, по признакам, они возбудили уголовное дело. По какой статье возбуждено было? Ну, 258, это тяжелее статья. Ее тяжелее доказать. И там срок привлечения к ответственности 3 года. Поверьте, будет сейчас экспертиза ровно 3 года вестись, она не сможет ни гражданский иск в уголовном процессе заявить, ни уголовное дело ничем не закончится. В декабре состоялись парламентские слушания. 14. Да, этим занималась Дамира Абасхановна Нейзалиева, экс-премьер-министр, экс-депутат, экс-министр здравоохранения. Она как раз в формате, в теме, знает, что ответить на этот счет. Система онкологии сегодня переживает. Не самые лучшие времена, так скажем, да. Мы рассматривали ее заявления, ответы Министерства здравоохранения и так далее, и так далее. И правильно юрист сказал, конечно, степень виновности врача только установит суд. Но есть ответственность, профессиональная есть ответственность. Была создана комиссия, мы отправляли все документы, значит, в Министерство здравоохранения. Я не понимаю, почему до сих пор врач не понес вот этой ответственности. То есть не привлечена к ответственности профессиональной, так скажем, да. Потому что на лицо видно, что врач нарушила, так скажем, протокол диагностики. То есть она не отправила материал на кистологию. Она не дождалась, но не дождавшись, начала делать операцию. Вот насколько это было оправдано, вот это она должна была доказать вот той комиссии, которая была создана при Министерстве здравоохранения. Я являюсь автором закона о статусе медицинского работника, где с очень большим напряжением я вводила статью о врачебной ошибке. То есть если врачебная ошибка не зависела от нее лично, от ее профессионализма, ее можно оправдать, да. Но если она допустила профессиональную ошибку, как врач, сразу дело переходит в головную часть ответственности. Я думаю, вот в связи с затянувшимися следствиями и так далее, два года это большой срок, Министерство здравоохранения до сих пор должно было уже принять конкретные меры по отношению к врачу, потому что она нарушила. Вот представитель сейчас Минздрава, начальник управления, тоже сказал об этом, что они выносили свой вердикт, отправляли в институт онкологии. Ну слушайте, а Минздрав разве не делает, допустим, управление этим же институтом? Почему? Они должны были принять, я считаю, решение окончательное, чтобы человек хотя бы морально был удовлетворен, что признана какая-то, в общем-то, ответственность, да? А потом уже по суду можно ее привлечь и уголовное ответствие, если это докажется. Кстати, что вы скажете относительно вот семьи? У меня конья заболела, нужно было за ней смотреть, живут они в селе, и вот мы туда приехали, месяц я там прожила, и я хотела домой повидаться с мамой, потому что я в Москве прожила три года, маму не видела, мама не могла приехать туда. А вы приехали с супругом? Да, мы вместе приехали, и как бы мы вот поехали домой к маме, навестили ее с ним вместе. Я говорю, надо побыть несколько дней дома с матерью. Он такой, нет, надо домой, домой, в общем, он уехал сам. Да вы радуетесь, что вы избавились от такого мужа. Давайте послушаем, что он сказал мне, я лично разговариваю к Валбеку. Ваши родители? Ваши родители, да-да. А может быть, вы просто испугались? Нет, нет, нет. Ну а как вы считаете, у нее удалили грудь, и вы ее бросаете в этот момент? Откуда уехала? Они с самого начала, если честно, были против. То, что я городская, у меня немножко мировоззрение другое. А его сестра, когда уже я в больнице лежала, она меня навещала. И она сказала мне так, ты не должна была лежать здесь, ты должна была делать казмат у нас дома. Видя мое состояние, я вот такое слышала. Ну вы простите их, вы же прекрасно понимаете, что опухоль это еще и психосоматика, да? Это обиды, которые копятся годами. В принципе, ни для кого не секрет. Работодатель это руководство онкологического центра, не министерство здравоохранения. Поэтому мы должны были четко решить и сказать, это нарушение? Да, нарушение. Судьба человека, семья распалась. Девушка испытывает, прежде всего, эстетическое недовольствие, глядящее в зеркало. Что вы, не как власть имущий, а просто чисто по-человечески можете посоветовать? Вот Владимир Плужник сейчас советует уже правовым методом решать это дело, эту историю завершить. Что вы можете? Я вот как врач 33-летним стажем в Гульзине хочу сказать, у нас есть тоже прекрасные врачи, прекрасные, это когда холодильник в Раштар есть. Вот рядом сидит, рядом вместе работали. Я в республиканской больнице работал, когда мы были молодыми. То есть еще не все потеряно? Да. Есть вот Муса Матеев. Вот предположим, траектория Гульзина, Муса Матеев, предположим, операция реконструкции груди, это ведь тоже выльется не в одну копейку, правильно? В Гульзине сейчас, как хирург, значит, может быть, несколько этапных операций предстоит. Возможно. Хорошо, кто будет оплачивать за Гульзину? Ну, оплачивать, я не могу сейчас сказать, оплачивать будет она или... А кто скажет? Ну вот мы собрались решить и найти оптимальное решение, потому что мы не будем заниматься вот пустословием. Потому что давайте уже вынесем, сейчас здесь родим решение, что если у этого врача, у этой Джешки, мы ее все знаем, хватит мужества признать, потому что мы все люди и все можем ошибаться. Поэтому она должна признать свою ошибку, а это налицо, я хочу это сказать еще раз. И она должна понести все материальные убытки, связанные с этой операцией. Это что касается... Что касается Гульзины лично, Гульзина, дорогая моя, я хочу тебе вот что сказать. Ты жива, вот прежде всего, ты должна этому радоваться. Да, тебе пришлось пройти очень несложный и нелегкий путь эти два года. Ты потеряла семью, но главное, ты жива, ты красива, ты здорова, у тебя нету рака, понимаешь? Поэтому тебе нужно идти вперед. Если бы ты сейчас перед собой увидела Зинаиду Кадыровну, что бы ты ей сказала? Знаете, в первую очередь всегда нужно оставаться человеком в любой ситуации и достойно ответить за все свои деяния. Я думаю, человек, мне кажется, легче, это нелегко, но иногда все-таки нужно признавать свои ошибки. Я предлагаю послушать, что сказала мама относительно вашего дела и вообще этой проблемы. А вы сами пытались разговаривать с врачом после операции? Вы знаете, я была там, находилась неделю. Мы с дочерью ходили, в Минздраву ходили, где онкология, туда, к ней хотели попасть. И сказали, ее нету. Она находится на больничном, она находится в области. Вообще мы не могли попасть к ней. Вы как женщина. Что бы вы сейчас сказали Зинаиде Кадыровне? Пусть она, как там сказать, пусть она нечет ответственность. Альфия Альдаровна, чем вы можете помочь таким пациентам? И часто ли они обращаются к вам? Или они вот таким образом будут натыкаться на стену молчания и равнодушия? Пимомологи готовы сделать бесплатно эту операцию. То есть у Кузинининал будет платить деньги. Но я должна сказать «но». Вот рядом со мной коллега, что эта операция тоже будет сложная. То есть она поэтапная, да? Тут проблема не в том, что есть какая-то врачебная ошибка врача. Проблема в том, что предоперационной нормального консультирования не было с этой девочкой. Подготовка мединститута, и когда выпускают нас врачей, нас не выпускают психологами или психотерапевтами. Мы каждый хирург, акушер-гинеколог, терапевт и так далее. На качественное консультирование больного уходит полтора часа, а у нас прием 15-20 минут. Может быть, какие-то поправки внести, чтобы уделяли внимание нашим девочкам, которые должны быть матерью, женой, рожать, потомство воспитывать. Почему? Потому что мы сталкиваемся сплошь и рядом. Сотни звонков в редакцию о врачебных ошибках. Да, этот вопрос мы поднимаем сейчас. И этот вопрос поднимался и 5 лет назад. То есть над этим работа идет. Что скажет веснейший пластический хирург, профессор, доктор медицинских наук Мусам Атеев? В принципе, грудь можно восстановить. Но нужно четко учитывать два главных фактора. Значит, первый фактор – хочет ли это пациент? Конечно, хочет. Сложно сказать. Почему? Потому что, а, это очень многоэтапная операция. Причем этапы не так, чтобы через месяц. Этапы могут быть через год, через два. Могут быть не просто два-три этапа, а может быть пять-шесть этапов. Потому что формирование груди, формирование соска, формирование рубцов – это первая позиция. Вторая позиция. Нужно четко понимать, что точно такую грудь получить, как вторая, практически нереально. Третья позиция. Нужно четко понимать, что та грудь, которая будет, дай бог, сделана, она будет тоже в рубцах. Потому что без рубцов хирургии не бывает. В случае неудачи у нее может быть ситуация хуже, чем сейчас. И самое последнее, и это очень важно, рецидив обкуль, к величайшему сожалению, еще никто не отменял. Поэтому на каждом этапе то, что не было, оно может быть. Об этом нельзя забывать. Таких случаев, как у Гульзина, у нас много, к сожалению. Они являются жертвами и халатности, и ошибки. Вот я бы хотел, чтобы наши, уважаемые депутаты, приняли закон, защищающий именно наши права. Права именно людей, которые понесли ущерб от этого. Да, есть врачебная здесь ошибка. Халатность. Врачебная халатность здесь. Альфа Айдаровна четко сказала, она недообследовала пациента. Не договорила, недопланировала все те действия, которые могут возникнуть во время операции, и до, и после. Поэтому надо каждый хирург, идя на операцию, он должен сто раз взвешивать, что будет делать. У нас есть соотечественница, которая живет в Париже, и мы с ней связались. Она когда-то мастертомию тоже перенесла, пережила депрессию, слом психологический. Давайте посмотрим, мы связались с ней по скайпу. Я обнаружила опухоль, то есть это была шишка, с размера орех. В общем-то так. Я обратилась к своим родителям, с маме, после чего мы обратились в онкологию. А, нет, мы сначала обратились к генералисту, к педиатру, который нас направил в онкологию. И в онкологии мы, первая наша встреча состоялась с Зинаидой Кадыровной, которая меня осмотрела. Естественно, отправила сразу на анализы, мы дали все анализы. И назначила курс лечения, в который входил химиотерапия и так далее. Для химиотерапии я прошла 6 курсов для ребенка 15 лет, в этот момент уже практически было 15 лет. Было очень тяжело. Я помню, что все давалось с трудом, но и в итоге, к сожалению, этот курс ничего не изменил. Опухоль, то есть эта шишка, она так и осталась. И практически врачи пришли к такому мнению, что нужно делать операцию. После операции я столкнулась с тем, что у меня убрали грудь, сделали операцию мастектомии. Мастектомия, то есть полностью убрали левую волочную железу. На вопрос моих родителей она ответила так, что операция была обязательно срочная, потому что если вы это не убрали, то вашей девочке появится риск жизни. Но после операции, самое интересное, они меня отправили опять, я прошла курс лучей терапии. Вот, где мне практически сожгли всю кожу до состояния коричневого цвета. И кожа, уровень кожи было практически миллиметр. Она настолько была тоненькая, как тряпочек, можно сказать так. И после моей операции отправили, я точно не знаю, но мне так объяснили мои родители, что провели документы и все анализы в Ташкент, в какую-то лабораторию. И после чего пришла такое подтверждение, что никакого наличия брака давали мне ранее, как явно, другого не было. Наша программа создана для того, чтобы наши герои, мы с ними сообщав, диалоги находили оптимальное решение. И я думаю, что это решение сегодня мы обязательно вынесем и найдем. Знаете, если бы Зинаида Кадыровна просто по-человечески подошла бы в самом начале моей истории, просто по-человечески попросила бы прощения, мне бы так, я думаю, мне было бы намного проще. Потому что за два года я себя так истязала, я не живу, я существую. Вы не представляете, каково это, да, вот так жить, какой это комплекс. И вообще в последнее время я уже с катушек слетела, потому что я ничего не могу добиться. И вот я от этого так устала. Пусть вернут мне то, что отняли. Мое здоровье, моя грудь. Время идет, и ничего не меняется. Я говорю, где я только не выступала. Успокойтесь. 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 Мне никто, везде только обещание, кто может не ответить за мою сломанную жизнь, как ранее уже никогда не будет. Ну, онкологи и мамологи нашего центра, ну, это вот Абдулдаев Дамир Киримович и Куда Вергенова Индира Рузбаевна, они уже ранее предлагали провести пластическую операцию. Предлагали вам? Абдулдаев Дамир Киримович лично мне не предлагал. На парламентских слушаниях Индира Рузбаевна сказала, что мы можем сделать, но после, я сама к ней несколько раз приходила, она сказала, что она не будет это делать, а будут делать другие врачи, и они отказались это делать на бесплатной основе. Вы можете дать человеческое обещание, простое мужское слово, что буквально там через неделю вы начнете процесс реконструкции... На следующей неделе вы подходите, и мы вот всем амологи посмотрим. Бакат Рузбекович, вот вы твердо обещаете, давайте пожмем друг другу руки, давайте я с вас возьму все-таки обещание. Вы такой статный мужчина, который так твердо говорит, и я очень хочу верить в то, что это обязательно сбудется, и через неделю я сама привезу Гульдину на обследование и узнаю, каков результат. Хорошо? Спасибо вам большое. Онкоцентр берет на себя все расходы по лекарственным препаратам, по всем затратам по операции. Я думаю, да. Бакат Рузбекович сказал уже, что они берут на себя полный расход. Ну, как говорится... Подождите, Бакат Рузбекович сказал, что они несут только операцию, да, за собой закрепляют... Хорошо, и обследование тоже. Нет, обследование, операцию, а все препараты лекарственные, на которые уходит огромная сумма денег, имплантанты. Первое, национальный центр онкологии будет брать на себя, раз они допустили. Второе, я Гульдина хочу, тебе будет, как врачу, очень тяжело будет обратно идти туда. Поэтому я тебе, как врач просто, не чиновник, я предлагаю национальный госпиталь. Ну, а кто понесет расходы? А расходы кто понесет? Расходы будет нести онкология. Мы можем так сделать? Вот найти такое оптимальное решение? Мы сейчас все собрались, чтобы помочь Гульдине? Да, да, однозначно. Давайте, но это... Самар Шакеевич, вы мне тоже, да, обещаете переговорить с национальным госпиталем, да? Все, ой, какое твердое рукопожатие. Я хотел просто прокомментировать. Вы правильно поймите, если с буквы закона, вот юрист, наверное, сидит, мы, хирурги, делаем операцию бесплатно. Мы за это заработную плату получаем. Это очень просто. По поводу лекарственных средств. Я думаю, что здесь немножечко, может быть, и аудитория не совсем правильно реагирует. В том плане, что если имеет место лечение онкозаболеваний, с использованием дорогих химиотерапевтических процедур, это совершенно другая история. То есть это дорого, действительно, это очень дорого. В данном случае, насколько я понимаю, весь иск поднят потому, что у нее нету рака. Совершенно нет необходимости в дорогостоящих лекарствах. Мы на сегодняшний день делаем только один укол антибиотики до операции, стоит он 50 сомок. И после операции делаем несколько обезболивающих. Я думаю, что такая сильная девушка, как Гульзина, найдет в себе силы еще пройти этапы вот этого реконструкции и восстановления тоже. И это немного, Гульзина. Я просто хочу тебе сказать вот о чем. Вот все, что случилось, это должно было случиться. Ты к этому должна подойти вот философски. Понимаешь? Теперь ты найди в себе силы и восстанови себе грудь. Ты красивая молодая, у тебя все впереди. Найдется молодой человек, который на тебе женится. У тебя будут дети. Понимаешь? Есть же девушки и женщины, которые без ног, без рук, но они находят свое счастье. Дух и друг, которые поддерживают, с которыми планируете завести семью. Я работаю по 12 часов, работаю без выходных. У меня нет жилья, мне нужно оплачивать квартиру, пропитание. То есть и времени нет практически. Вот вчера я до трех ночи работала. Думала, так зачем скрывать, потому что они это узнают по интернету. И сразу говорила, вот у меня такая ситуация. И что, мужчины пропадали так же, как муж? Сразу, да. То есть номер отключен там или игнор. И после этого решила, что... Вы радуетесь, что не нужно вам второго, да? Значит, это не те люди, которые суждены вам по судьбе. Я хочу сказать, что это крайне психологическая проблема. Потому что если бы оперирующий хирург, как Ульзина сказала, подошла к ней по-человечески и поговорила, возможно, мы бы здесь не собрались. И вот уважаемый депутат сказала, что нас с мединститута выпускают не психологами и не психиатрами. Мой очень великий учитель Соложенкин, профессор зав. кафедры психиатрии, говорил, что каждый врач хотя бы один раз за всю жизнь должен пройти повышение квалификации на кафедре психиатрии. Вот вам результат. Мы окажем вам психологическую поддержку, настроим вас на счастье, которое обязательно у вас будет. Можно я вас обниму по-женски, да? У вас всё будет хорошо. У вас всё будет хорошо. Я очень благодарна вам, вашей передаче, вашему телеканалу, что сделали такую замечательную передачу. Теперь будем ждать результатов на столах через... Пройдёт время, и мы встретимся, и я буду сиять. И очень хочется верить, что у этой истории обязательно будет свой хэппи-энд. И этой неоднозначной ситуации мы найдём лучшее решение. Во всяком случае, здесь сидящие эксперты пообещали и уверили в этом. Я уверена, что Гульзину ждёт впереди просто счастливая жизнь. Она должна быть счастлива, потому что она лицет творения всех киргизских женщин Кыргызстана, которые смелы, решительны и идут в бой. Спасибо. Встретимся с вами ровно через неделю. С вами была я, Соль Молдакматова. И ровно через неделю мы будем вести с вами откровенный разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова